Девушки отдыхают Вот и красный крест Линейкой давления Клянусь не измерять К сестрам отделения не буду приставать Я обещаю скальпель Не забывай больном И по коленке не стучать Отпойным молотком Гадом буду Зуб даю со мной Добрый вечер Земляне Я приветствую всех землян Которые находятся сейчас в студии И всех землян Которые расположились сейчас У телеприемников Хочу сразу сказать вам Земляне Мы не желаем вам зла Нет Нет Мы здесь Для того чтобы принести вам пользу Мы здесь Для того чтобы сделать ваш мир Ярче, красивей и радостней Мы искренне желаем вам Счастья Любви И здоровья Да Не важнецкие Хотя ритм неплохой Ой, я бы сюда еще Маракасов добавил Ну-ка Гитарку бы Гитарный рифик Гитарку Эть Ну а теперь Все вместе Черт, черт, черт Вот знаете Ты кажется Перестарался Да вы знаете Ничего Я его Знаете Последнее время Как-то не очень любила Потому что Я его Лыжи просила Купить мне Хотя бы одну А он Ни в какую Жадюга Извините Хромой пиву Здравствуйте Дружище Добрый день Капитан Флинт Вот Заявление Одноглазому Флинту От хромого пью Прошу уволить меня С первого июня Этого года По собственному желанию Подпись Дата Как вы на это смотрите? Я смотрю на все так же Как вы хотите пью Примерно так же Ну а что Конкретно вас Не устраивает На моем корабле? Знаете Вроде бы Все хорошо Коллектив Дружный Отношения Налаженные Но Что-то В этом Все Вот такое Не мое Я понимаю О чем вы говорите Морской Дьявол Видимо Вас переманивают На другой корабль Посулили Больше денег А? Деньги Должен признаться Играют конечно Какую-то роль Но тут Дело Не в этом Надо быть честным Надо уйти Не надоело заниматься Халтурой Брать какие-то леваки На работе Ну что ж Я могу вас как-то Заинтересовать Я готов Предложить вам Дополнительных Женщин Бесплатную выпивку И Высокий процент Снаграбленного Что скажете Пил Ай Баба и секс Здесь Ни при чем Хочу уйти И баста У нас огромные перспективы Наш бизнес Открывает Новые и новые направления Из Европы Идет богатый клиент Мы будем открывать Скоро новый Абордажный отдел Вы могли бы его Восклавить Чистый абордаж И никакой рутины Дело в том Что Я решил перейти На сторону клиента С завтрашнего дня Я выхожу На новую работу Адьос Капитан Флинт Адьос Тысяча кальмаров Альбиносов Мне в глотку Как же задолбала Эта дикучка кадров Ходят слухи Что хромой хью Увольняется Да не может быть такого Чтобы сам хью И покинул корабль Что скажешь Старина Счастливо оставаться Офисный планктон Это тебе Это тебе Береги себя Это тебе Прощай хью С тобой было весело Хью Замолви там И за меня словечко Прощай друг У меня в детстве Было все совсем наоборот Я у родителей На день рождения Просил собаку А они подарили мне Лыжи И главное Забыли сказать Что это лыжи И надо мной Смеялся весь двор Можешь здесь смешного А то Что каждое утро Я их выводил На поводке Прогуляться Здрасте 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 А где мои лыжи Трезор Теперь ты будешь жить У этой тети Спасибо Здрасте Здравствуйте Доктор Вы знаете Да Не знаю как сказать Вы знаете У меня вот Грудь А вы знаете Заметно уже Да Вы знаете Мне Прям Прям Вот неловко Мне не очень нравится Размер Понимаю вас Я бы хотела Так немного Увеличить Ах Увеличить Да Вы знаете Нет ничего Невозможного Сегодня Да абсолютно Я очень рада Вот Что это Доктор А это вот Силикон Да Да Вот недельку поколем В левую грудь А недельку В правую Ну И можно Знаете Вот так Три раза в день Перед едой Факультативно Поколоть Поколоть В губки Таинственный добрый вечер Всем жителям Северо-западного района Столицы На нашем кабельном телевидении В эфире программа Нормально-ненормально Тринадцать лет Наша съемочная группа Искала людей Которые побывали В Бермудском треугольнике И вернулись оттуда Живыми Скажите Как вам удалось Вернуться Живой Из Бермудского треугольника Спросите лучше Об этом моего сына Да это он вернулся И теперь у него Огромная Душевная травма Что, млячок Сумма квадратов Катита равна Квадрату гипотенузы А? Ну зачем вы сейчас Его об этом спрашиваете Не видно Разве что Ему так трудно говорить Почему трудно Последствия душевной травмы? Нет Просто у него Картонная голова И нет рта Вы разве не заметили? Да, а как же я буду С ним общаться? А вот Задавайте ему вопросы А Как? Так? Я говорю Задавайте вопросы А не обзывайте его бараном Сам козел Видите Вот он вам уже ответит Я не понимаю Мальчик за слово мне Так знаете что Я не позволю вам Обзывать меня Проституткой Мы едва знакомы Чтоб вы меня Тыкали Моим прошлым Я просто Не очень хорошо Знаю Флажку же Азбуку Не знаете И не беритесь Спросите пожалуйста Его Что случилось В тот роковой день На корабле Из бермудского треугольника В вашей жизни Продолжалось что-нибудь Ненормальное Нормальное Ненормальное Нормальное Да продолжалось Сколько угодно Мы стали Самыми несчастными Людьми Потому что Угрозы Продолжаются Каждый час Каждую минуту Каждую секунду Вот И сейчас Зазвонит телефон Алло Мы вас не боимся Доставка пиццы Мы и вас не боимся Ой да Коликов Прям Насмеялся Нахохотался Ой Получили заряд Бодрости И веселья Которого нам хватит Вот и кончился Заряд Бодрости Нужен новый Здорово Динамично Динамично Вы присаживайтесь Нет Я имею ввиду На стул присаживайтесь На стул Вот здесь Ага Хорошо Хорошо Ну На что жалуетесь Пляска святого вида Доктор На дискотеке продул Или у Переносчицы Заразы Подцепил Понятненько Понятненько А ничего страшного Мы вам поможем Так Угу Угу Вот Вот Так И вот Еще вот это Попробуйте Ага Вот Я тут вам Набросал Десять самых Динамичных Танцевальных хитов Пожалуйста Принимайте Три раза в день Перед едой Пожалуйста Ух ты Смотрите И Таркан тут И Шакира И дискотека Авария И винилистика И винилистика Шугар Бэбис И даже Дима Билан Пожалуйста Вот слушайте их Погромче Три раза в день Ну где-нибудь Принято часа за два До еды Да может Да Вы знаете Не думаю Но зато болезнь Будет протекать Гораздо более весело И радостно Для вас И для окружающих Спасибо Пожалуйста Слушается Дело о причинении Физического ущерба Гражданину Котовскому Гражданином Елисейчиком Пострадавший Вам слово Я был красавцем Номер один До того Как зайти В магазин Елисейчик О Вы посмотрите На него Красавец Кукиш на палке Обвиняем У вас еще будет Возможность Высказаться После суда На улице За гаражами Продолжайте Пострадавший Куда делись Ваши волосы Мне их удалили Липкой лентой Слово Предоставляется Обвиняемому Товарищи Вот у меня Здесь справки От СЭС Где черным По белому Написано Что у меня В магазине Полно мух И мне надо С ними браться По всему Магазину Развешаны Липкие ленты От мух А не от Котовского Как он себе Нафантазировал Ну да Одна лента Упала Котовскому На голову Пришлось Отдирать Ну и вот Результат Результат И что мне теперь По вашему делу С этими волосами Куда их девать От меня уже ушли Две любовницы И соседский мальчишка Обозвал меня Киндер Сурпрайзом С глазами Все Стороны Высказались Слово Государственному Обвинителю Мухи Это волосатые Переносчики Заразы И с ними Надо бороться С одной стороны В конституции Про мух Ничего не сказано Ведь так Так А мы Должны Как-то Отделить Мух От котлет То есть От Котовского Ну что ж Суд Постановил Отделить Мух От гражданина Котовского Посредством Пересадки Ему Волос С донорской Зоны Мух Я протестую Друзья мои Произошло Невероятное событие Рейтинг нашей программы Поднялся В шесть с половиной раз Абсолютно Неожидаемое Непредсказуемое Явление И руководство Канала Предложило Нам всем Перезаключить Контракты Еще на Двенадцать лет Ура Какое Ужасное Будущее Оказывается Нас Ожидает Кошмар Вы знаете А я знаю Кажется я знаю Как изменить будущее Я слышал Что Нужно убить Бабочку И тогда Будущее изменится Ну где я возьму Бабочку В студии А я понял Коллеги Вы имеете ввиду Эффект Бредбери Ну Не обязательно убить Бабочку Можно убить Таракана Например Или вот Моль По моему Залетела Из костюмерной Будущее Изменилось Прекрасно А ну-ка Где я Что это Госпожа Президент Где президент Вы президент Белый дом На проводе Белый дом 2 Нет Нет Обычный Белый дом Из города Вашингтон США Hello I am Ксюша Какой кошмар Мне кажется Что Это просто Какое-то безумие Да Похоже Знаете Мне вообще кажется Иногда что Весь мир Это сумасшедший дом А я в нем Санитар А мне порою кажется Что Кругом Одни сумасшедшие А я два Санитара Причем я стою В треуголке На Бородинском поле Одна нога На барабане Из ушей Валит пар И моя фамилия Мэр Черепков Добрый день Здрасте Котов Александр Иванович Да Московская служба По переселению Душ А чем обязан Можем пройти Проходите Спасибо Я все-таки не понимаю Зачем Московскому правительству Понадобилось Мое тело Согласно Постановлению 1510 От 18 06 06 Московское правительство Имеет право Изъять тело Любого Москвича Для работы На стройках столицы Вот и все Мы пришли к вам Абсурд какой-то Послушайте Ну мы же Вас Не выбрасываем на улицу Правда Из вашего тела Мы предоставим вам Достойную замену Хотите познакомиться С вашим новым телом Вижу по глазам Ходите Иди сюда А? Как вам? Вот это? Ну нет Я не согласен Это мое тело Я в нем родился Я за ним ухаживал И потом Потрогайте мои мускулы Может быть ты хочешь Чтобы мы сюда вызвали ОМОН с приставами А? Которые быстро Вытряхнуть твою душонку Из твоего ничтожного тельца А? Я хотя бы могу Рассчитывать На какую-нибудь компенсацию Угу Десять талонов На бесплатные обеды И десять тысяч долларов Звони престолом Давайте свои талоны Получите после перевоплощения Вставайте Сейчас будет маленький обряд Безмолезненно Быстро Смотрите ему в глаза Сейчас мы Сейчас мы этим займемся Расставляем Ма-самат Ми-самат Ми-самат Ма-самат Ю-ю Вот смех, да? Заклинание Из детского фильма Волшебная лампа Лавина Работает во Юреки Юреки Ранды Ранды Ну что, по-моему, случилось Ну как? Удобно? Совсем неудобно Как-то совсем Да ничего страшного Привыкните Обживетесь И как-то вот Не видно ничего Все в таком Вы знаете У него просто было Минус семь Вот вам очки Пожалуйста Мне почему-то кажется Что вы меня обманули Что вы подсунули мне Какое-то БУ Знаете что? Я обращусь В суд Ваше право Вот Мое право Я обращусь А пока Извольте Покинуть помещение Ну нет, мой дорогой Так не пойдет Это конкретная Жилплощадь Закреплена За конкретным телом А ваш паспорт Вот Здесь черным По-белому Написано Про вашу прописочку Город Барнаул Улица Бетонная Дом 8 Квартира 56 Так что Пожалуйста Погостили И домой Гумцун Мавзолей Успели посмотреть? Да я вас сейчас О-о-о-о Я забыл вас предупредить Ваше тело протекает Бегите-ка быстрее Может быть успеете Вы знаете Один мой знакомый врач Чтобы найти лекарство от лысины Привил себе вирус лысину И нашел лекарство Увы Более того Из лаборатории Произошла утечка вируса лысину И все врачи Этой клиники Облысели В одну Ночь Здравствуйте Когда меня пригласили На эту передачу Мне сказали Что это будет Не какой-то концерт Отчетный за 50 лет А будет Непринужденный разговор Общение Беседа Вопросы Ответы Ну я так понял Что я для вас являюсь Непреклонным авторитетом И объектом поклонения Поэтому разговора На равных у нас не получится Давайте вы не будете Задавать вопросы Потому что вы будете Заикаться Смущаться Колотиться Вставать на колени Биться О пол В истерике Целовать мне ноги Давайте без этого Давайте лучше Напишите записки Я на них отвечу Записка первая Что вы сначала придумаете Слова или музыку Хороший вопрос Ну в каждом вопросе Заключается уже ответ Поэтому отвечу честно Ни то ни другое Сначала я придумаю Знаки припинания Сейчас расскажу вам историю Как это было в жизни Ехал я на гастроли На Пасху В смысле в Японию На своей машине Остановили гаишники Меня где-то под Хабаровском Ничего не говорят Отобрали права машину Я сел на обочину Заплакал с гитарой Никаких слов нет Одни припинания Ну вот из этих знаков Припинания Родилась песня Песня про плохих гаишников Сегодня праздник Сегодня праздник у ребят Суббота перед Пасхой В засаде синие стоят На рубеже опасном стоят Подонки стоят В сторонке палки В руках теребят Потому что на восемь шоферов По статистике Десять ребят Следующая записка Расскажите Как вы потеряли волосы Следующая записка Хороший вопрос Я уже много рассказывал об этом Волосы я потерял на охоте Пошел я на охоту на барсука Полез в нору за барсуком И попал головой Медвежий капкан Бился, бился, колотился Подмоги нету Тут, чувствую, уже сзади Кто-то начинает пристраиваться То ли медведь, то ли охотники Ну и чтобы не погибнуть Как личность Пришлось отгрызть мне волосы Самому себе Вот, по-моему, честно Ответил на это вопрос Следующий вопрос У вас на плече нитка Привет Привет Слушай, блин Так дорого Таксиста Вообще не могу Прям 500 баков отдала Я таксисту Представляешь Так много-то На счетчике 25 тысяч Ну, кошмар Ужас Старший лейтенант Жезлов И старшина Шурупов С утра припарковали Свою служебную десятку На обочине трассы На самом виду И остались сидеть в машине Не выключив мигалку Удивляясь тупости гаишников Все водители, тем не менее Заблаговременно снижали скорость Часа через три Шурупов не выдержал Глебушка А? Ну, ответь мне, пожалуйста Ну, шо мы тут стоим Битый час Никого не ловим Да оно и бестолку Для того, Володенька Мы тут и стоим Щобы нас Видно было Вот так Так давай я тогда фары включу Еще дальше видно будет Для чего это все? Надо, Володенька Надо Через час Одного особо наглого лихача Жезлов все-таки тормознул Но не оштрафовал А попросил ехать помедленнее Лихач От удивления поехал еще медленнее Чем его попросили Глеб Правильно Вот мы ему инстим Сидим тут водил Пугаем Так что Хрен Федюков Что-нибудь сегодня заработал Глебушка Так и нам тоже сегодня Голый хрен Неправильно Федюкову Голый хрен А нам Хрен Но Плюс Моральное Удовлетворение Е Йе Прыгнула маленькая зелененькая блондинка, чтобы спросить, где у этой чертовой тарелки педаль тормоза. Но это уже совсем другая история. Друзья, я тут проковырял в декорациях дырку, видно соседнюю студию. Там тоже идет передача про здоровье. Не желаете ли взглянуть? С удовольствием. Я очень люблю это. Для тех, кто только что подключился к нашей программе или проковырял дырку из соседней студии, напоминаем тему нашей сегодняшней передачи. Предметы, которые мы глотаем. Пожалуйста. Я врач. И вот вам доказательство того, что вы глотаете, а мы достаем. Вот эти предметы, как ручка, часы и очки, я достал из животов моих пациентов. А вот. Понимаете, вот эти бои ботинки, пара одинаковых. Видите? Видите? Да. Какого труда мне стоило достать одинаковые ботинки из живота моих клиентов? Потому что они, как правило, глотают по одному. А мне повезло, и мне досталась вот одинаковая пара ботинок из живота моих пациентов. И еще у вас неправильный титр. У меня фамилия не Копыто, а Копыто. Вот. Извините. Так кто же относится к группе риска? Да, действительно. А кто относился, тот и относится. Понимаете, это гомосексуалы, наркоманы и орхидей, олигархи. Потому что они все балованы до единого. Начиная с гомосексуалов и заканчивая олигархами и их детьми. Понимаете? Вот пример. Один мой знакомый, дружок, олигарх собирает садовые статуэтки. Да. Ну, как знаете, как что? Как вот женщина с веслом, или Дзержинский, или Аленушка у воды плачет, знаете, такая? Да, да, да. Так он проглотил статую мальчика с барабаном, знаете, такого? Да, да, я знаю. Вот, так он, этот мальчик, ну, где-то вот такой, и да, и вот. И сейчас покажу. А теперь встречайте следующего гостя нашей передачи. Это человек, проглотивший своего брата, но сумевший победить эту пагубную страсть. Встречайте. Дорогой юный телезритель, а сколько крупных предметов в последнее время проглотил ты? Нарисуй нам их и пришли в письме, а еще лучше напиши нам. А если ты еще не умеешь писать, то пускай за тебя это сделает твоя мама. А если она молодая, красивая блондинка, то пускай еще и вышлет свою фотографию в купальнике и приложит номер мобильного телефона и... Паша! Извините. Вот именно. А теперь наш еженедельный интерактивный опрос. Сегодня в нем принимают участие юноши 17-18 лет. Сейчас на экране вы видите перед собой таблицу. Если вы в состоянии увидеть три нижние строчки этой таблицы и хотите получить приз, звоните нам по телефону 8-0-0-0-0-0-8. Пока идет интерактивный опрос, настало время детективной телезагадки. Зритель, внимательно смотри за происходящим на экране и по оставленным уликам разгадай, кто преступник. Добрый день, инспектор. Рассказывайте, что здесь произошло. Только взахтожественно, так с выражением, может быть даже в рифму. И эти господа сидели за столом и играли в бридж, как вдруг я погас свет. И... Это дальше я догадаюсь. Кто-то научил хозяйского попугая пародировать королеву-мать. Нет. Тогда королеву-сына. Нет, нет. Значит, кто-то из этих господ вырезал соседа аппендицит в темноте для того, чтобы продать его на черном рынке внутренних органов. Так? Никак нет. Неужели кто-то из этих господ убит отравленным индейским копьем? Ах, вы про это. Не обращайте внимания, этот труп лежит здесь уже две недели. Ну тогда, тогда если ничего бояться. Я раскрою это преступление, инспектор, буквально за тридцать секунд. Дедукция? Нет. На этот раз указательный палец. Следите за моими перемещениями. Преступление совершил. Это сделал. Это сделал он. Ага. Попался сатана. Имя преступника мы узнаем через минуту. А сейчас подошло время подвести итоги нашего интерактивного опроса. К нам в студию позвонило 548 юношей, которые увидели три нижних строчки таблицы. Мы записали их адреса. И теперь все они пойдут служить в армию? Ну или по крайней мере, по состоянию зрения они не смогут закосить от армии. Ура, ура. Мы сделали мир чуточку честнее и справедливей. А теперь обещанная разгадка нашего теледетектива. У меня алиби. Я был участником шестидневного велосипедного кросса по Уэльсу. Хотел взять тупо. Черт. Не вышло. Хорошо. В другую сторону. Это был. Это был. Это был. Шкаф. Преступление совершил шкаф. Попался, дружище. Здрасте, миледи. Добрый день. Нужно стучаться, сэр. Я вынужден. И вообще, это мои личные лыжи мне их подарили на день рождения. Я должен вас задержать. Я буду жаловаться в Страсбургский международный суд. Инспектор. Проводить ее. До автобуса. Господа, все свободны. Господа, у меня что, плохо с дикцией? Все свободны. А вот вас я попрошу остаться. Смешно. 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 После телепрограммы «Подраскинистой гитарой», которую вы посмотрели 12 минут назад, мы с друзьями отправились в гости к Александру Розенблюму. И неожиданно для себя выяснили, что он страстный охотник Уважаемые любители авторской песни, продолжается наша программа под развесистой гитарой И сейчас мы находимся в охотничьем загородном домике Александра Розенблюма, куда он нас любезно пригласил Я знаю, что Александр большой охотник, и сегодня мы будем рассматривать его трофеи Вот это, я так понимаю, Александр тушканчик, да? Нет, это кабан А как вы его добыли? Очень тяжело, на рыбалке Как на рыбалке? На спиннинг, на Волге, рыбачил Он стоял на другом берегу, кормился, я спиннинг кинул, за холк его зацепил за горд, намотал об берег шмяк, готово, добыл По-моему, очень мужественно А вон там кто висит? Это у нас, это олень у меня Я его подстрелил под Питером, точнее под стрельной Он бежал на саммит большой восьмерки, но я его с двух рук бабахок и уложил Хорошо, Тони Блэр не бежал рядом с ним, извините А вот это что за трофей? Это камень, просто обычный камень Кто-то из зрителей кинул во время концерта, хорошо не попали, так бы я там висел у него У камня А так он у меня, тоже трофей Понятно, интересный А вот это что? Это я джип себе купил крутой, ну пока там с тормозами разбирался туда-сюда, добыл Ну, вернее, как-то само добылась На старт! Внимание! Фарш! А, нет, стойте, извините Забыл Сейчас, помню, давай Все знаю, знаю Значит, это, на старт Внимание! Шарш! Ой, нет, подожди, сейчас вспомню Я же пользуюсь этим словом постоянно Ну, этот, на старт, внимание Да, как, дарс На старт, внимание Этот, старт, шарш Эй, не подходи, не подходи Пристрелю из стартового пистолета сейчас Лишь сосудки выискались А ну, давай, марш отсюда О, подожди Марш! Назар! Внимание! Марш! Ой, я даю О, старый маразматик Сейчас чужой жизни не лишился А, по-моему, мы неплохо потрудились Мне кажется, нам удалось победить главную болезнь нашего 21 века Плохое настроение Это точно Как говорил великий врач Авиценна Любую болезнь можно вылечить Были бы деньги А знаете что? Приходите-ка к нам снова на прием Через недельку В этом же месте В это же время Парни, вы повязки-то снимите Привет, тусовка Мы Те самые кардиологи Ну, из первого сюжета этой прикольной программы Прикиньте, мы песню тату все-таки дописали Ага И сейчас для вас На этой сцене Группа Коронарное шунтирование С песней Про клятву Гиппократа Я клятву Гиппократа усвоил наизусть И вам теперь, ребята, торжественно клянусь не ставить клизму в ухо Не делать два сукол Со спиртом не глотать казенный димидрол Катом буду Вот тебе красный крест Линейкой давления клянусь не измерять К им сестрам в отделении не буду приставать Я обещаю скальпель не забывать в больном И по коленке не стучать отбойным молотком Катом буду Зуб даю со мной Пускай я маломощный, но в пулю и в метель Примчусь на вызов срочный в течение двух недель Если чей-то дядя ни в шутку за ним мог Случайно не отрежу я ему ни рук ни ног Катом буду Верьте, люди, мне Пузырь клиста подержали огнем Пускай я нарушу, готов пойти под суд И пусть по мою дружу товарищи придут Суровые коллеги меня не подждят И может даже премии тринадцатой лишат Годы будут Да кто же теперь после этого, а? Сволочи, негодяи, подлецы Оу-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е Все по схеме в солнечной системе Мы тут ни при чем Если на Марсе жизни нет Значит, и смерти не наём Ты же знаешь, наша жизнь не смех и грех Я не шучу, солнце зашло, в цирку летел А я стою и хохочу О, схема, о, схема смеха Весёлый ангел, лукавый чёрт О, схема, о, схема смеха То пальцем в небо, то гордость в торгах